Если вы хотите, чтобы эта жизнь функционировала на самом высоком уровне, необходимо очищение. Делайте это два раза в месяц. Регулярно выполняйте практики, которые вы делаете. И это обеспечит чистоту тела. Если ваша внутренняя химия загрязнена, то сначала появится плохое настроение. Но позже речь уже пойдет о плохом здоровье. Пять аспектов внутренней инженерии — это простой способ находиться в блаженстве. Особенно тем из вас, кто стремится к духовному росту, нужен хороший механизм. Хороший механизм означает наименьшее трение. Наименьшее трение, когда нет никаких накоплений, все чисто, тогда все работает слаженно и легко. Что бы мы не хотели сделать с этим, вы сделаете это с легкостью. Но сегодня, во многих аспектах, в мыслях, эмоциях, даже словесной чистоты сейчас нет. В Индии это называется вакшудди. Огромное значение продается тому, какие звуки вы произносите и с какими эмоциями вы это делаете. Так вы можете воплотить многое в своей жизни. В том смысле, что если я скажу «цветок», то аромат цветка станет живой реальностью. это произойдет на самом деле. Но те из вас, кто говорят «дерьмо, дерьмо», просто знайте, что вы делаете это с собой. В вашем уме, в словах, в звуках, которые вы произносите, и в звуках, которые вы слышите, и в том, какую атмосферу вы создаете для себя и всех вокруг, все это имеет большое значение. Да ладно, первый раз о таком слышу. Какие слова вы произносите, какие слова вы слышите, какие звуки вы произносите, это очень важно. Если вы произнесете звук правильно, как я сказал, если вы говорите «цветок», то должен появиться аромат, потому что звук обладает огромной силой, если вы знаете, как его использовать. Видите ли, если вы просто хотите добраться до работы и обратно, работа, по сути, означает заработать на жизнь и отправиться домой. Тогда вы можете добраться туда на какой-нибудь развалюхе, или можете поехать на велосипеде. Но вы вдруг захотели участвовать в гонке. Тогда каждый микромиллиметр машины просматривается снова и снова, очищается и очищается. Так же и здесь. Если вы хотите, чтобы эта жизнь происходила на самом высоком уровне, тогда все, буквально все, как вы сидите, как стоите, как дышите, как ходите, необходимо очищение, иначе она не будет так функционировать. Когда вы делаете садхану, очень важно есть такую еду, которая в вас не задерживается. Она должна выйти. Когда еда выполнит свою работу, в вас не должно остаться и крапинки. Она вся должна выйти. Как же очистить себя? Один простой способ, по крайней мере, два раза в месяц. В течение одного дня, то есть 24 часа, нельзя принимать никакую пищу. Можно только пить воду. Все здесь, наши брамачарьи и многие другие делают это в каждый день эко-даши. Это самый лучший день для этого. 24 часа, то есть вы едите сегодня вечером, и следующий прием пищи только на следующий вечер. В течение дня вы пьете только воду. Возможно, вначале вы почувствуете сильную усталость или что-то еще, но через некоторое время все пройдет. Если вы делаете достаточно саданой, это не будет проблемой. Если вы чувствуете усталость, можете выжать в воду лимон. Может быть, положить ложку меда. Это поддержит вас. Делайте это два раза в месяц. Регулярно выполняйте практики, которые вы делаете, и это обеспечит чистоту тела. Но самый простой способ достичь чистоты это находиться в состоянии блаженства, «Быть». Да? Я не прошу вас сделать что-то сложное. Я прошу вас сделать самое простое и самое красивое, что только можно сделать. Это простой способ, потому что нам не нужны никакие научные доказательства из современных лабораторий. Но сегодня также есть лабораторные доказательства того, как происходят процессы в теле, и каким образом оно функционирует, когда вы радостны, когда у вас приятные ощущения на химическом уровне. Оно становится очень чистым, потому что человеческий опыт во многом зависит от вашей химии. Если ваша внутренняя химия не чиста, если она загрязняется тем, что вы создаете внутри себя, то сначала появляется плохое настроение, а позже. Речь уже идет о плохом здоровье. В ней возникают самые разные виды страданий. Если вы позаботитесь об этом, как мне позаботиться об этом, садгуру? Внутренняя инженерия. Это все равно, что... Сначала вы пошли в школу, вы учили алфавит. В детском саду ваша воспитательница научила вас элементарным вещам. А потом вы стали тем, кем стали. Бакалавром, магистром, доктором наук. Звучит как тупик. Доктор наук. Вы добились этого. А потом посмотрели на свою воспитательницу в детском саду. Эта женщина выглядит ни на что не годной. Она ничего не знает. Просто азбука. Но, допустим, вы забыли, чему она вас учила. И тогда... Как вы тогда напишите «доктор наук»? Так что... На разных этапах жизни происходят разные вещи. Но очень важно, чтобы не были потеряны основы. Внутренняя инженерия мать для всего мира. Да? Вы забыли? Нет, садгуру. Я сам Яма. Если вы забыли алфавит, тогда вы не доктор наук. Не так ли? Это то же самое. Так что... Пять аспектов внутренней инженерии. Краткий курс. Если вам это нужно раз в день, делайте раз в день. Если вам нужно дважды, делайте дважды. Если вам нужно сделать это 24 раза, делайте 24. Если нужно сделать это 24 тысячи раз, делайте 24 тысячи раз. Напоминайте себе о пяти основах внутренней инженерии. Это самый простой способ находиться в блаженстве. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok